У них есть родители, но не счастливого детства. Так обычно говорят о тех, кому подарили жизнь, но позаботиться о дальнейшем благополучии ребенка забыли. Здоровый, сытый, одетый, обутый, чистый малыш – счастье для многих отцов и матерей. Но, увы, таким он бывает не в каждой семье. И цифры статистики не врут. Количество семей, родители которых должным образом не занимаются воспитанием и содержанием детей, внушительно. В московском районе города Бреста по состоянию на 1 сентября на учете данной категории состоит 360 детей из 172 семей. Постановлением Совета министров Республики Беларусь номер 22 о признании детей, находящимися в социально опасном положении, предусмотрено три основных критерия, когда ребенок находится в социально опасном положении. Первое. Родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка. Второе. Родителями не обеспечивается надзор за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления. Три. Родители ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими правами или жестоко обращаются с ними, в связи с чем имеет место опасность для жизни или здоровья ребенка, детей. При выявлении семей, попадающих под критерии СОП учреждением образования, принимается решение о проведении социального расследования. Срок его проведения не превышает 15 рабочих дней, по результатам которого готовится обобщенная информация и предложение. Исполнение решения о признании ребенка либо детей, находящимися в социально опасном положении, не реже одного раза в квартал рассматривается координационным советом. Александр и Оксана родители четверых детей. Живут в просторной трехкомнатной квартире и вроде все условия для счастливой жизни есть. Но один из родителей решил, что пагубное пристрастие не проблема. Александр увлекся водкой и уже не может представить свою жизнь без алкоголя. А в таких условиях нетрудно догадаться, как тяжело расти детям. Ну то, что он пьет у нас. Чисто из-за того, что он попал в наркологию. Из-за этого. Как давно вообще? Ну уже год будет. Я понимаю, что все могут выпить там все. Ну, всему мера. Я вообще могу даже ни грамму не взять целый год. Тут много еще чего нужно убрать, но это все постепенно уберется, выкидывается. Потому что сама вижу, что и то, и то лишнее. Надо все убирать потихонечку. И ремонт нужно делать. Будем потихонечку ремонт делать. Да, планы на будущее этой семьи перспективные. Но будут ли они выполнены – большой вопрос. Ведь многое зависит от желания главы семьи избавиться от употребления и вернуть детям право на счастливое детство. Если семьей, родителями, дети в которых признаны находящимся в социально опасном положении, будут выполнены все рекомендации Координационного совета и других субъектов профилактики по устранению причин и условий, повлекших создание неблагоприятной обстановки для детей, в таком случае учреждение образования может ходатайствовать об отмене решения признания детей, находящимся в социально опасном положении. Там, где взрослые в приоритет ставят свои желания, выпивают, ведут асоциальный образ жизни, не желают работать, дети, к сожалению, уходят на второй план. И здесь важно вовремя выявить проблему и помочь семье, чтобы оставить детям шанс, если не на счастливое детство, то хотя бы на счастливое будущее.